Приветствую вас, и начать я бы хотел с того, что определил интересы. Как правило, человек теряет ориентацию в своих возможностях, в своих стремлениях, тогда испытывает конфликт, тем, что от него ведут люди, что от него хотят, окружающие, и тем, что он хочет сам. С одной стороны, мнение людей вокруг него важно, с другой стороны, человек хотел бы жить по каким-то своим ориентирам, по каким-то своим задачам, но сделать этого не может именно из-за противоречия авторитету окружающим. Так вот, нужно понимать, что окружающие люди, общество, насаждают те цели, те задачи, те ориентиры, которые выгодны именно этому самому обществу, а не лично вам. Потому что интересы личности в данном случае не учитываются. На первый план выступают интересы общества. И если бы вы до конца были бы социальным индивидом, то есть субъектом общественных отношений, вас бы целиком и полностью устраивала бы эта роль, которую отвело вам общество. Но раз вас эта роль не устраивает, раз вам не нравится то, что вам диктует окружающие, получается, что вы готовы стать личностью как культурным субъектом. Личность как культурный субъект осознает сама свои цели и желания вне зависимости от общества, но при этом естественно ему не вредят. То есть тут господствует лозунг. Не делай ничего того, что могло бы навредить обществу, но ничего того, что вредит бы тебе с мамой. Вы в вашей форме поступать так вам хочется, так как вам приятно, понятно. В соответствии со своими ценностями, идеалами и стремлениями не обращая внимание на то, что диктует вам общество. Потому что жить вам, а у общества есть свой интерес в том, чтобы вы исполняли, ну скажем так, его волю общества. Соответственно, соответственно, мы подходим здесь плавно к тому, что вам очень желательно, очень нужно и важно определить, чего вы хотите, каковы ваши интересы, какие у вас моральные цены. Определившись с ними, вы сами для себя поймете, куда вам хочется двигаться, куда вам хочется стремиться и начнете это делать. Думаю, не лишнее говорить, что как только вы определите для себя, что ваши цели важнее тех, которые диктует вам общество, моментально появится ясность, что эти цели истинны. И тут же появится мотивация. Потому что мотивация, это всегда вера в то, что вы можете этого добить. Ассоциация мотивации означает неуверенность в собственных силах. И неуверенность в себе может быть как следствием того, что вы находитесь под влиянием авторитетов внешней, так и вследствие комплекса. Что касается внешних авторитетов, было уже сказано, что касается комплексов, то их нужно убирать. Находить причину этих комплексов, комплексную ситуацию, то есть ситуацию первичную, которая составляет этот самый комплекс. И разбирать ее на части, чтобы этот комплекс разрушать. И как только вы в себя поверите, у вас исчезнут внутренние блоки, и нужно будет приучать себя к соответствующему поведению. К поведению, скажем прямо, более активному, чем было раньше. К поведению, скажем прямо, более, так сказать, социально адаптированному. И для этого необходимо, чтобы вы путем научения увидели, что вы в силах сделать то, что хотите. Для этого необходимо поначалу ставить себе такие цели и задачи, которые бы вам было действительно легко выполнено. Так вы будете получать свою самооценку, так вы будете получать уважение к себе, веру в себя. И со временем поймете, что вы не только можете сделать то, что хотите. Не только можете делать это успешно. Но и, по сути дела, вы достойны чего-то. И чего-то вы не достойны. Так вот, вы не достойны того, чтобы кто-то вам диктовал, как поступал. И достойны, чтобы быть самостоятельной. Чтобы быть самостоятельной личностью. Чтобы быть хозяином своей жизни. И к этому достоинству, к этому ощущению себя нужно прийти. И прийти к этому сразу, в один момент, к сожалению, не получится. Только путем целенасправленной работы в этом направлении вы сможете обрести недостающие элементы. Внутреннее ваше ощущение. И обрести, наконец, контроль над своей жизнью. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остаются, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам фейт понравился, сделайте его лучше. Пожалуйста, буду благодарен. Пока же вам. Всего доброго. Продолжение следует...